Всем привет! Родостомус или тетракрасноносая – это прекрасная рыбка с ярко-красным пятном на голове, хвостовым плавником в черно-белую полосу и серебристым телом. Это довольно небольшая рыбка, около 4 см, обладающая мирным характером, способная ужиться с любой мирной рыбой. Стая будет процветать в хорошо сбалансированном, заросшем растениями аквариуме. Наилучшую окраску и высокую активность они проявляют в воде близкой по параметрам к той, в которой они обитают в природе. Это мягкая и кислая вода, зачастую темного цвета от органики. Поэтому неразумного запускать родостомусов в только запущенный аквариум, где баланс еще не пришел в норму и колебания еще слишком велики. Да и в целом, они достаточно требовательны к условиям содержания в аквариуме. Причем, если что-то пошло не так, вы быстро об этом узнаете. Рыбы потеряют свою яркую окраску. Однако, не пугайтесь, если это произошло сразу после покупки. Просто они переживают стресс, им нужно время, чтобы привыкнуть и набрать свет. Рыбка требовательна к условиям содержания и не рекомендуется неопытным аквариумистам. Для содержания нужно тщательно соблюдать частоту воды и параметры. К тому же она очень чувствительна к содержанию в воде аммиака и нитратов. Родостомусы едят все виды живых, замороженных и искусственных кормов. Их вполне можно кормить качественными хлопьями, а мотыль и трубочник давать периодически для более полноценного рациона. Учтите, что у тетр небольшой рот и выбирать корм нужно помельче. Лучше всего держать в аквариуме стайку от 7 особей. Тогда они устанавливают свою иерархию, в которой раскрывается поведение и расцветает окраска. Для такого количества рыбок вполне достаточно 50 литров. Родостомусы более требовательны к условиям содержания, чем другие тетры, вода должна быть мягкая и кислая. Желательно использовать внешний фильтр, так как красноносые тетры чувствительны к содержанию в воде аммиака и нитратов. Освещение должно быть мягким и неярким, так как в природе живут в районах с густой кроной над поверхностью воды. Лучшим решением для оформления аквариума будет биотоп. Используйте речной песок, коряги и сухие листья, чтобы воссоздать среду, в которой живут эти рыбки. Обязательно подменивать воду еженедельно. Температура воды для содержания 25 градусов. Учтите, родостомусы пугливы и не стоит ставить аквариум в проходном месте. Главным сигналом для аквариумиста, что в аквариуме ухудшились условия, является то, что у рыбы побледнела окраска. Как правило, это означает, что уровень аммиака или нитратов вырос до критического. Разведение родостомуса – это серьезная задача даже для продвинутого аквариумиста. Для этого две причины. Во-первых, у родителей, выросших при слишком жесткой воде, икра у красноносой тетры не оплодотворяется. Во-вторых, малек растет очень медленно. Также сложно точно определить пол рыбки до тех пор, пока дело не дойдет до нереста. Нерестовик для разведения должен содержаться в идеальной частоте, желательно использовать стерилизатор в фильтре, так как икра очень чувствительна к грибкам и бактериям. После нереста в аквариум обязательно нужно добавить противогрибковые препараты, например, метиленовую синь. Нужно сказать о важном моменте. Производители, которые будут отсажены на нерест, обязательно должны быть выращены в мягкой кислой воде в течение всей жизни, чтобы они остались способны дать потомство. Если это условие не выполнено, то разведение обречено с самого начала. Еще очень рекомендуется использовать в нерестовике торф, чтобы создать необходимые параметры. Производителей обильно кормят живыми кормами перед нерестом, чтобы вывести их в наилучшую форму. Хотя нерестятся родостомусы среди мелколистных растений. Лучше всего использовать яванский мох или синтетические нити, типа мочалки. Производителей помещают в нерестовик за 7 дней до предполагаемого дня нереста. Обильно кормят живыми кормами, а освещение используют приглушенное. Лучше поставить аквариум в тихом месте, где никто их не будет беспокоить. Температуру воды медленно повышают до 32 градусов. Отследить нерест достаточно сложно, так как происходит он в полумраке, родители просто гоняются друг за другом, и полную уверенность можно получить только используя фонарик, чтобы увидеть икру. Красноносые тетры не поедают икру, как другие виды тетр, например тернеции. Но все же их нужно удалить из нерестовика. С этого момента в воду нужно добавить противогрибковые препараты, так как икра очень чувствительна к поражению грибком. Хотя икра не так чувствительна к свету, как икра неонов или кардиналов, но все же она достаточно уязвима для прямых солнечных лучей. Лучше соблюдать полумрак. Оплодотворенная икра развивается 4 дня. Личинка употребит свой желточный мешок в течение 30 часов, после чего начнет плавать. С этого момента малька начинают кормить инфузорией или яичным желтком и регулярно подменивать воду в аквариуме. Преодолев все сложности, связанные с разведением, аквариумист обнаруживает новую проблему. Малек растет медленнее, чем любая другая харациновая, и является одним из самых медленно растущих мальков среди всех популярных рыб. Инфузория и другой микрокорм нужен ему в течение минимум 3 недель, чтобы перейти на более крупные корма. Скорость роста зависит от температуры воды. Более быстро они переходят на крупные корма при температуре воды свыше 30 градусов во время первых 3 месяцев их жизни. И даже после этого температуру зачастую не снижают, так как малек очень чувствителен к инфекциям, особенно к бактериальным. Чтобы перевести малька на дафнию, уходит порядка 6 месяцев. В течение этого времени малек будет очень чувствителен к содержанию аммиака и нитратов в воде, и не забывайте, что вода при этом должна быть очень мягкой и кислой, если вы хотите в будущем от них получить еще малька. Принимая во внимание все эти нюансы, можно сказать, что получить и вырастить малька – это непростая задача, его много зависит от удачи и опыта. Всем спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр.